Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекции лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Соблакников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрологии». Научный руководитель Мальцер Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыхов и курс «Рефлексотерапия». Читает Тиан Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с крифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» — это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители — это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас есть возможность поговорить об элементах мягких техник мануальной терапии в медицинской практике врачей различных специальностей. И начнем с того, что такое вообще мануальная медицина. Мануальная медицина или мануальная терапия — это система диагностических и лечебных мануальных приемов, направленных на выявление и лечение нарушений деятельности опорно-двигательного аппарата, проявляющихся в виде функциональных суставных блокад, гипермобильности и регионального постурального дисбаланса мышц. К основным понятиям мануальной терапии относится функциональная блокада, которая представляет из себя обратимое ограничение подвижности сустава, связанная с рефлекторной перестройкой деятельности околосуставного святочно-мышечного аппарата и обусловленная как внутри, так и вне суставными процессами. Для причин формирования функциональной блокады есть огромное количество возможностей. Это и перегрузка или неадекватная нагрузка на сустав, это микротравма, это состояние после вынужденной гиподинамии, это рефлекторное влияние при патологии позвоночника и внутренних органов, также других систем, и развитие генеративно-дистрофических изменений уже непосредственно в самом суставе. Кроме этого, есть гипермобильность, и я думаю, что в свое время те, кто ходил в цирк, видели таких прекрасных девушек, которые могли связать себя практически в один узел. И данная ситуация связана с гипермобильностью, которая представляет из себя обратимое увеличение объема движений, связанное с недостаточностью миофиксационных структур. Выделяется несколько степеней подвижности сустава, которые разработал Стоддарт. Он выделял абсолютную неподвижность сустава или анкилоз, резко ограниченную подвижность сустава, вторая степень блокада средней степени выраженности, третья степень движения в суставе в нормальном объеме, и четвертая степень – это гипермобильность в суставе. И в рамках мануальной терапии, как правило, работают доктора с первой и второй степенью подвижности. Потому что остальные степени подвижности сустава уже не позволяют применить нольную терапию в полном объеме. Что можно делать для наших с вами пациентов? Конечно же, несколько видов воздействий, к которым относится один из основных этапов мануальной терапии – это релаксация, которая делится на общую и региональную, которая обеспечивает возможность проведения в последующем манипуляций, направленных непосредственно на устранение функциональных суставных блокад. Но и бывают такие ситуации, когда уже непосредственно на этапе релаксации удается устранить функциональные блоки. Потому что релаксация направлена прежде всего для расслабления спазмированной мускулатуры, для чего как раз и проводят различные виды массажа. И точечные, и сегментарные, и классические, и аппаратные. Абсолютно любые. Общая релаксация достигается путем адаптации больного к обстановке, к установлению психологического контакта между врачом, для того, чтобы пациент привык также и к рукам доктора. Потому что, несмотря на то, что, как правило, доктор доброжелательно относится к пациенту, все равно прекрасно знаете, что есть синдром белого халата, когда пациент, только видя доктора или непосредственно перед кабинетом, получает себе гипертонический криз. Ну и, конечно же, для того, чтобы избежать этих ситуаций в последующем, нам с вами необходимо не только доброжелательное общение с пациентом, но и, особенно в мануальной терапии или каких-либо других специальностях, которая непосредственно связана с тактильным контактом, привыкание пациента к рукам доктора. И для того, чтобы пациенты могли гораздо проще адаптироваться к доктору и в последующем максимально расслабиться, а в мануальной терапии это очень важно, мы начинаем наш процесс знакомства, естественно, после осмотра, с массажа. Массаж переводится с французского «растирать» от арабского «масс» «касаться» или «щупать». И представьте себе совокупность приемов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы, осуществляемых руками или специальным аппаратом. Наиболее часто применяется ручной массаж, так как с помощью рук есть возможность ощутить состояние массируемых тканей, есть возможность почувствовать наиболее значимые зоны, которые находятся в стадии выраженного спазма. Можно выполнить абсолютно все существующие массажные приемы и комбинировать их по мере надобности, а также, естественно, и чередовать. Кроме ручного массажа используется аппаратный массаж и особенно часто аппаратный массаж применяется при выполнении вибрационных приемов, так как с помощью ручного массажа не всегда возможно произвести длительную вибрацию и с этой целью применяются вибрационные аппараты, тоже, может быть, встречались. И, кроме этого, есть возможность добраться до самых глубоких мышечных слоев и до самых мелких мышечных структур. Кроме этого, можно использовать пневомассаж, который, конечно же, улучшает кровоснабжение, увеличивает количество функционирующих капилляров, улучшает трофику тканей и гармонизирует мышечный тонус. Гидромассаж способствует улучшению обменных процессов, активирует микроциркуляцию в тканях и в сочетании с антигранифляционным действием воды, уменьшает напряжение мышц и снижает общую возбудимость. Комбинируемый массаж широко применяется в спортивной практике и его применяют при травмах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях нервной системы. Кроме различных видов массажа, достаточно часто используется миофасциальный релизинг, который представляет из себя три вида лечебных воздействий – надавливание, растягивание и скручивание. Прямой миофасциальный релизинг позволяет растягивать ткани в разные стороны от зоны ограничения и напряжения, непрямой миофасциальный релизинг позволяет направлять мышечную ткань к зоне напряжения и при этом направляется по определенному вектору движения. И еще один из способов, который достаточно часто применяется в мануальной терапии – это постизометрическая релаксация. Известный хирург Пусеп еще в 1906 году описал методику бескровного вытяжения седалищного нерва. В 1979 году в Соединенных Штатах Америки методика была написана под названием Muscle Energy Procedures. И с тех пор в той или иной степени достаточно активно используется в лечении пациентов, которые имеют достаточно выраженные проблемы, связанные с мышцами, в которых формируются триггерные точки. Триггерные точки представляют из себя участки напряженной мышечной ткани, в которых наиболее слабые участки находятся в состоянии спазма. В этих зонах изменяется кровоснабжение, изменяется среда, и с нормальной перемещается в кислую сторону, и как следствие повреждаются мышечные клетки, приходят медиаторы воспаления, и как следствие, опять же, все это приводит к формированию боли и ограничению подвижности. При этом постизометрическая релаксация позволяет достаточно быстро и эффективно убирать вот эти нарушения. Сущность методики заключается в сочетании кратковременной в течение 5-6 секунд изометрической работы минимальной интенсивности и пассивного растяжения мышц последующие 5-10 секунд. И повторение таких сочетаний проводится 5-6 раз в среднем. И сейчас мы попросим нашу прекрасную ассистентку помочь нам в демонстрации этих приемов. Хочется показать вам сейчас те приемы, которые вы можете использовать в своей практике для своих пациентов, для того, чтобы становиться с каждым днем все более и более эффективными и в этом поможет нам Юля. Сейчас мы поработаем с трапециевидной мышцей, которая наиболее часто имеет триггерные точки, наиболее часто обвлекается в процесс, связанный с болью и такие пациенты. Наверняка есть на вашем приеме, которые жалуются как на боль в голове, так и в шее, так и на плечи, так и в руках. Поэтому вот эти вот методы как раз позволят тоже достаточно быстро избавить пациентов от неприятных ощущений. А сейчас наклоняем голову до уровня болезненности легкой. Больно? Нормально. А сейчас? Так сильнее? Тоже терпимо. Терпимо. Вот с этого уровня как раз и начинаем. Просим пациента делать вдох и поднимать голову вверх. Поднимайте, пожалуйста. И расслабляем. Можно небольшую уступчивость проявить, потому что изометрическая, после изометрической релаксации делается немножко пожестче. Но в начальном этапе для освоения небольшие движения будут хороши. Герх. Вот это полная изометрия. Расслабить. Выдох. И расслабляемся. Вверх. Вот это пострицепрокная релаксация, когда у пациента есть возможность существовать движение. Расслабиться. С выдохом расслабляемся. Вверх. И расслабиться. Все это можно, естественно, сочетать с легким массажем. В этом случае пациенты лучше расслабляются и в большей степени доверяют. Потому что если большое количество триггерных точек, если выраженный болевой синдром, то, как правило, они все равно начинают пугаться и на ваше воздействие реагируют спазмом. Ну, здесь лестничные мышцы мы с вами можем избавить от триггерных точек. Фиксируем плечо, фиксируем голову. Можно таким вот образом фиксировать. Можно крестообразно. Зависит от того, кому как удобно. Тянется сейчас шея? Да, тянется. Очень хорошо. На мою руку давим. Давим, давим, давим. На вдохе. И расслабление. Глаза, когда вы поднимаете голову вверх, поворачиваете в мою сторону. А когда вниз, в другую. На пол. Вверх и вдох. И расслабимся. Вдох и расслабимся. Вдох и расслабимся. Вот видите, насколько приятно. Даже улыбается специально. Вверх и расслабимся. И опять же, помогайте ему выйти. Не надо, чтобы пациент после этого воздействия возвращал голову самостоятельно. Тоже легкие массирующие движения. И переходим на другую сторону. Можно таким вот образом. Тянется? Да. Поднимайте голову вверх, пожалуйста. Расслабите. Вверх. Расслабите. Расслабите. Вверх. Расслабите. Вверх. Расслабите. Если вдруг будут возникать такие звуки в виде легкого похрустывания, это абсолютно нормальная ситуация, так как имелись функциональные блоки, они присутствуют практически у подавляющего числа пациентов. Это вполне нормально, потому что у нас есть возможность не только расслабить мышцы, но и одновременно функциональные блоки будут уходить самостоятельно. И когда вы научите пациентов приемом аутомобилизации, вот в таком вот варианте, у них тоже эти звуки будут возникать. Также можно работать на переднюю группу мышц. Можно работать с грудинно-ключично-сосцериной мышцы. Тянет? Да. Поднимайте вверх, пожалуйста. Тоже со вдохом. И расслабите. Еще раз вдох. И расслабление. Еще раз вдох. И расслабление. Тоже помогайте опять выйти наверх. И с другой стороны тоже самое. Так, тянет? Да. Вверх, пожалуйста. На мою руку. И расслабьтесь. И расслабьтесь. Вверх. И расслабьтесь. Вверх. И расслабьтесь. И постепенно увеличиваем объем движения. Вверх. И расслабьтесь. Опять же, обращаем до сходного клаша. Достаточно часто формируются проблемы, связанные с триггерными точками в коротких и длинных сгибателях кисти, пальцев. Поэтому здесь у нас есть возможность таким вот образом фиксировать локоть. Можно на столе. Можно на столе. Можно на своей руке. Кто как любит. Вариации возможны на тему. И то же самое. Мы с вами выводим до состояния небольшой болезненности. Тянет уже, да? Да. Вверх поднимайте, пожалуйста. Тоже с вдохом. И выдох расслабляем. И постепенно объем движения увеличивается. Вверх. И расслабляем. И расслабляем. Вверх. И расслабляем. И точно так же мы можем работать с мышцами разгибателями. Естественно, не буду сейчас себя перечислять. Тянет немножко. Чуть-чуть. Очень хорошо. Вот с этого уровня лучше всего начинать. Когда чуть-чуть. Вверх поднимайте, пожалуйста. И расслабляйте. Вверх. И расслабляйте. Вверх. И расслабляйте. Вот таким вот образом мы можем работать практически со всеми группами мышц на различных уровнях. И очень часто бывает так, что идет гипердиагностика корешковых синдромов. А основная проблема является именно мышцы. Потому что, когда проводится неврологический осмотр, все рефлексы, чувствительность в абсолютно нормальной ситуации. Но боль, тем не менее, присутствует. Поэтому очень важно как раз провести правильную диагностику мышц. Выявить триггерные точки. Ну, конечно же, убирать их. А потом уже переходить к диагностике, связанной с определением функциональных блоков. И также их успешно устраняйте. Хочется также показать вам, как проводится ишемизация от единых точек. Как правило, это такой под пальцами обнаруживается тяж, в которой есть наиболее болезненная зона. И вот я сейчас нажимаю, и не больно. Вот сейчас я нажимаю, и боль присутствует. Ощущается. Да. С постепенным усилием я увеличиваю давление. Боль сначала возрастает, а потом постепенно начинает уходить. Если слишком интенсивно, давление можно уменьшить. И, конечно же, при этом тоже можно дышать. Короткий вдох, длинный выдох, которые также позволяют уменьшить эти болезненные ощущения. Тоже особо долго не надо. Под пальцами прям начинает чувствоваться, как мышца расслабляется все больше и больше. И, соответственно, уходит болезненность. Какое сейчас ощущение? Ну, чувствуется, ощущается. Пока ощущается, но, тем не менее, интенсивность болезненности становится все меньше и меньше. А потом опускаем и тоже все движения через легкие массирующие движения, чтобы пациент чувствовал и релаксацию, и снижение болезненности. Потому что таким образом мы сами, опять же, вспоминая теорию воротного контроля, закрываем ворота для боли и таким образом уменьшаем степень интенсивности. И дальше мы можем перейти непосредственно к миниофасциальному гризму, когда, опять же, выбираем наиболее выраженную точку. И как раз проводим такие вот растягивающие движения в стороны. Вот такие вот образы. Пациент тоже дышит. На выдохе все больше и больше расслабляется. Руки потихоньку могут скользить. Это очень хорошо. И потом опять возвращаемся к исходной точке. И опять вот такие вот растягивающие движения. На этих валиках могут возникать перекаты. Это абсолютно тоже нормальная ситуация. Просто в следующий раз вы учитываете данную ситуацию и движетесь по направлению мышечных влокон. Вот таким вот образом. И таких повторов тоже можно делать до 10. Здесь уже ситуация достаточно хорошая. И если вы уже чувствуете, что мышца расслаблена, тридерная точка практически ушла, Соответственно останавливаетесь и желаете всего доброго своей пациентке. Так же как и желаю вам всего доброго я. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok